Привет! Добро пожаловать обратно на наш с мамой YouTube канал. Меня зовут Антон, это моя мама Анжелика. Здравствуйте! И каждую субботу у нас на этом канале интересные гадания на публичных личностей, на интересные события. Кому интересна карта Таро, обязательно подписывайтесь на этот канал раз в месяц. Каждый первого числа у нас прогноз на месяц грядущий. И вот у нас неделю назад вышло вот это гадание на месяц октябрь. Советы по знаком Зодиака тоже посмотрите, очень интересное видео. Кто хочет лично пообщаться с мамой, обязательно пишите маминому ассистенту Екатерине. Обязательно оставляю телеграмм в описании к этому ролику в закрепленных комментариях. А сегодня мы все в подарках. Во-первых, девчонки из крутой ювелирной компании, маленькая такая мастерская, прислали подарки и мне, и маме. Как тебе новое колечко? Красивое колечко. Это что за кольцо? Это золото и танзанит. И камень большой танзанит. А почему танзанит? Девы. А, мама девы, это ее камень. Ну и, конечно, нам прислали классные подарочки из керамики от девчонки. Маленькая мастерская называется «Исповеду». У нее такие вот брачные вещи, такая религиозная. Это прям моя тематика. Поэтому огромная благодарность всем девчонкам из M11 и девочке из «Исповеду». Очень крутые подарки. Многих просят показать что-то, вот прислать подарочки. Пишите Кате, Катя обязательно все организует. А знаешь, с огромной радостью я поддерживаю маленькие вот эти вот мастерские. Потому что, ну как, видео набирает 250, 300 тысяч просмотров. А для них это бесплатно. То есть это не реклама, но это получается бесплатная реклама. Но это такое штучное. Штучное, это уникальное, абсолютно шикарные вещи. Я настолько доволен и то, что прислали из M11, и то, что прислала девочка из «Исповеду». Огромное благодарность всем за шикарные подарки. Мы с мамой очень-очень довольны. Оставлю инстаграмы M11, и девочке «Исповеду». Ее маленькая мастерская «Исповеду» в описании к этому ролику. Переходите, поддержите. Может, кто-чего для себя найдет. Тем более сейчас Хэллоуин. Уже вот-вот. Ведьмовские дни, да? Что, так и есть. Сегодня у нас годами на Джиган и Оксану Самойлову. Ой, спорная тема. Кто не знает, у меня есть мой канал «Сплетен». И вот, например, буквально вот в этом видео, наверное, недели две назад мы обсуждали похождение отца троих или четырех детей. Сколько у них там трое, наверное, детей. Две девочки и мальчик. По мужскому эскорту. И проблема не в том, что ходят мужским эскортом, пользуются, да? Вот они, примерно, семьянины. Хотя у мамы достаточно таких клиентов, у которых и нашим, и вашим. Но это потом проявляется, когда уже, ну, может быть, немножечко надоело, может быть, немножечко приелось. Тогда, вот у меня была вчера женщина, гадала на дочку свою. Семнадцать лет прожили, и одним днем ушел. Ушел кто? Муж ушел. Муж ушел, да. И к чему-то это? Ну, и потом выясняется, что там не только женщины в арсенале. А, там у него и мужчины были, да? Да. Проблема не в том, что Джиган ходит к мужскому эскорту, а проблема в том, что он эскорту не платит. И сливается, знаешь, сливается по-крысиному. А так делать нельзя. Сочи, сложная работа, моральная сложная работа. Ну, спи с клиентом, да? А когда ты не заплатил за работу, ну, это называется, украл. Джиган, проблемы бы не было, если бы ты заплатил, и все бы остались. А когда эскорт на тебя злой, а знаешь, как эскорт, какие сплетни носят? Лучшие сплетни у нас от девчонок и парня от эскорта. Очень вам благодарны. Подписывайтесь на мой, кстати, канал Сплетен, там у нас жарище. Поглядаем давай на счастливую пару Оксана Самойлова и Джиган. Они пара. Они муж и жена, трое детей. Давай, знаешь, вот на семью, на их отношения вместе, потом ее отношения к нему, его отношения к ней. Ну, значит, основной фигурант, это, конечно, Джиган. Джиган. Как его зовут? Денис Устеменко Вайнштейн. Он из наших, он у нас еврей. Денис-то. Это вообще сценический псевдоним Джиган. Итак, что сейчас вообще происходит? В жизни Джигана, да? Это у нас вышло на среде. Что вышло? Девятка кубков. Не так там все красиво, как представляют. Да. Это карта с полными кубками. Человек как будто бы вот всем доволен, и у него чуть избыток. Но там полные кубки. Это мы видим, да? А полные ли они? Да. Дополнены ли они? Там больше, наверное, такого сценического представления. Ну что, Джиган, это мы на него, да? Если на него, то это чуть такой сентиментальный человек, любующийся собой. Он никак не может выйти из того возраста, когда любуются собой вот молодые парни. У него вот эта эйфория не прошла. Ну, они достаточно обеспечены. Он достаточно обеспечен. Деньги есть. Застрахован по девятке. Бастонов. Бастонов. Но если мы говорим о мужчине, о молодом мужчине, да, он может делать, видишь, у него повязка на голове. Это немножечко обезбашенно. Иногда он может быть так себе вести. Невзирая ни на что, что он делает боль родным, это неоднократно. Он может себя реабилитировать как мужчина, как отец, как муж, понимаешь? Он делает и нелицеприятные поступки, и такие, ради чего можно ему простить почти все. Вот, ну что, интересный человек. Он умеет красиво жить. Ну да. Он умеет красиво жить, делая боль близким. Он это может все сначала предвидеть, а потом еще вымолить как-то. Понимаешь? Он умеет делать праздники везде. Ну, кто такой жигант? А что там у нас? Маг. Это маг. Это человек, которым, во-первых, вот, например, есть император. Это закон. Фокусник может обойти закон. Ярофант может убедить. А дьявол – это мятежник. Он может обойти закон. Он фокусник. Но это фокусник невысокого ранга. У него всегда средний слой социума. Высоко он не прыгает и низко не опускается. Он знает свою нишу. Там он король. Он очень чувственный король. Иногда он устает от этих личных праздников. Называй лично именами. Чувственный король. Для него секс играет огромную роль. Для всех играет секс. Правда. А он человек чувственный. И он еще пока любуется собой. Вынужденно делает паузы и в работе, и в утехах, скажем так. Вообще он нормальный парень. Он только чуть-чуть заигрался. Но не хочет он отпускать ту молодость, которая называется яркая. Он играет. Он очень светлый. У него хорошие мысли. Но он эти мысли может иметь. А кто-то должен их воплощать в жизни. Есть и мысли, есть. И даже деньги есть, а некому работать, ни бизнес, ни его прожекты не осуществляться, если некому воплотить этого. Поэтому, вот ты говоришь, он уходит иногда, да? Он платит только по заслугам. Но если человеку не нравится то, что происходит, он вправе в принципе и не платить. То есть, понимаешь, прежде чем идти на такие вещи, нужно, наверное, обговаривать прежде на берегу. Потому что там уже поздно. Ну, не понравилось человеку. Так нельзя. Нельзя. С истической точки зрения. Но отчасти он сам себя понимает. И он считает. Он будет платить ровно столько, сколько заслужили. Хоть сколько-то заплати. Обиженные пташки, я понимаю... Лучшие пташки. Я понимаю, это их работа, да. Но всё-таки. Понимаешь, здесь всегда медаль от двух сторон. Я, знаешь, думаю, по какой причине. Там, я ему вот карточки не кидали. Там не столько обида, сколько, наверное, стыд. То есть... Или самоутверждение. Ну, вот какая-то там такая моральная тема непонятная. Но здесь достаточно тонкие грани и этические. Он больших обложностей не делает. Понимаешь, он делает ошибки, ну, как будто бы юного человека. Являясь уже незрелым, ну, взрослым человеком. Ну, 38, мам. Это уже зрелый человек. Ньютон стал Ньютоном в 21. Ну, давай не будем здесь мешать Вайнштейна и Ньютона. Ну, 38 – это возраст. Это возраст. Это возраст. Ты здесь, знаешь, заигрался. Для мужчин иногда это очень зрелый возраст, если у него данные природные. Ну, давай сейчас. Кто такой Джиган? Кто таков? Вот на сегодняшнем обе. Денис. Денис. Вытащим карту, потому что помню Урганта. Дьявол. Ну, прям... Дальше можно не гадать. Не гадать. В отличие от многих, которые боятся эту карту, я эту карту люблю. Нет, бояться нечего. Я эту карту люблю. Говорят, это дьявол. Но ведь дьявол – это тоже ангел, падший, но ангел. Мам, я не из этой позиции смотрю. А я из этой смотрю. Ну, ты-то, да, ну, просто говоришь, что люди, в принципе, не святые. Все. Да, все. Особенно те, кто ходят в церковь. Да, вот особенно те. Есть что отмаливать. И поэтому, знаешь, когда выходит эта карта дьявола, это говорит о том, что если человек поставил цель, ему всё равно, каким способом он будет достигать его. Ну, мам, это же, наверное, говорит о том, что принял свою вот эту вот лунтарство. Для него это комфортно. Это его комфортно. Для него это комфортно. И всё-таки он никого не убил. Ну, ещё бы. Нет, ну, то есть. Ну, по крайней мере, мы не знаем. Ну, мелочи, это не в счёт, понимаешь? Это карта страстной любви. Она же тоже отображает карту любви, выбора, понимаешь? Там ангел, двое мужчин и женщина, здесь дьявол, тоже двое мужчин и женщина. Может быть, он гурме. Гурме в отношениях. Потому что, знаешь, я выросла в Советском Союзе, там не было культуры секса. Не было. Там не было. И поэтому, ну, люди шли вслепую или методом проб и ошибок. Так что это нельзя осуждать. Не осуждали. Это таков человек. Некоторые спокойные, а некоторые такие дьяволы. Для него это всё. И ради этого некоторые идут на многое. На многое. Я их понимаю. Это не их выбор. Они такие рождены. Яркие, темпераментные, целеустремлённые, жизнестойкие. То есть, ну, это хорошая карта. Я не спорю. Я удивился другому. Насколько чётко карта характеризует героя. Вот я его не знаю. Но в голове он у меня ассоциируется с картой. Когда карта вытаскивается первая, карта говорят. Понимаешь? Было бы странно, если бы вышло солнышко. Я не знаю. Шестёрка кубков. Ну, такое. Ну, уверенность была бы тоже неплохо. Вот если бы не было этой карты, на него бы нечего было гадать. То есть, он яркий человек. Он не оставляет равнодушным никого. Ну, такое. Это же так важно. Важно. Вызываешь на эмоции людей. Однозначно. Итак, кто такой Денис? Вайнштейн. Вайнштейн. Восьмёрка кубков. У него одна привычка. Уходить не предупреждая. Но. Это не просто он встал со стола и ушёл. Это он взял определённые выводы. То есть, для того, чтобы уйти Джигану, Денису, да? Он Денис. Джиган это... Для того, чтобы уйти из какой-то ситуации или от кого-то, он даёт людям понять тем или иным образом, что он может уйти, что ему это не нравится. Если люди не понимают его, он делает вывод, только тогда уходит, не возвращаясь. Он делает вывод, то есть, один этап оставляет, идёт дальше. Вот понимаешь, как будто бы плохая карта, а она не плохая. Она вынуждена. Дальше. Луна. Ложный путь. Он не настолько обманщик, насколько интуитивен. У него интуиция развита, но она иногда его подводит до того, чтобы уйти. Вообще, это, ну, отчасти лживый человек. Ну, Каня, мам, ну, это тоже уйти. Уйти в отчаянии вынужденно. Это вынужденно. Это вынужденно. Но его тоже очень многие обманывают. Его обманывают многие, выдавая себя за друзей. Он до сих пор не понимает, вот если это мужчина, например, он не понимает, кто он, волк или собака. Верный ли он предатель. И поэтому это очень сложная карта. У него в трёх картах два старших аркана. Это направляющие. Вот, теперь будем смотреть. Он раньше чаще пользовался, но выказывал своё недоверие и нерасположение. Теперь. Семёрка Пентакли. Он умный человек, анализируя. Он всегда понимает, что делает ошибки, уходя, обманывает одного или другого человека. Неважно, жена это, друзья или что-то, понимаешь? Он обманывает только тогда, когда видит его все усилия напрасно. Он нормальный человек в каком смысле? Он делает какой-то проект, проект, да? Начинает работать. Видеть не то. И он даёт очень много возможностей, чтобы исправить, чтобы сделать так, как он видит. Не делают это всё. Он ходит вот таким вещам вынужденно. Это как будто бы снимает стресс. Это разные вещи. Некоторые люди просто выпивают, а некоторым нужно снять стресс. Это у него похождение, как будто бы снять стресс. Пока у него должных результатов, но не очень видно. Десятка Пентакли. Если о нём такая слава, понимаешь, он идёт не на последние деньги. Если ты говоришь, когда он там не платит, некоторые говорят, да, ну не знаю почему. У него есть чем платить. Есть чем платить. Деньги есть. Может быть, он входит в разные учебные заведения, наблюдая. Учебные заведения? В разные, ну как это сказать, вот такие увеселительные заведения. Они у него не одни. Может, он в учебных ходит. Там не одно место, понимаешь. Он в каком-то смысле даже подлечивает себя этим. Потому что надоедает иногда всё так, что хочется просто другой обстановки. Да, это правда. Измените обстановку, вот понимаешь, он сбил оском, ну всё, даже нормальный человек. Это не от того, что он так не воспитан, не та этика. Он таков человек. Кто как снимает стрессы, он снимает так. Ну это правда. Конечно, иногда наблюдает. Он обеспеченный человек. Да. И вот от этого нужно плясать. Что у него на сердце? Семёрка бастон. Вот тебе ему и объяснение. Он очень яркий человек. Он публичный человек. Он семейный человек. Но в семье он одинок. Понимаешь, семья есть, это антураж семьи, да? А чтобы быть в семье, это надо вот настолько быть в гармонии. У него гармонии в семье нет. Он, понимаешь, живя женой с детьми, это не значит, что он прям семья-семья. Он одинок. Самое ужасное, что может быть, мам, это когда, знаешь, я же часто поднимаю вопрос отношений. И кто-то говорит, а вот я в отношениях. И самое страшное, это быть в отношениях, быть в одиночестве одновременно. Это ужасно. Так, знаешь, потихонечку ведёшь свою жизнь. И поэтому я этого мальчика понимаю. Ты видишь, у него на сердце он одинок. Может быть, у него бывают такие случаи, что он вынужден так себе вести, чтобы не срываться, может быть, дома. У близких он пошёл, сделал своё дело, и ему хорошо. И там не видно, что он не выбился из обоймы. А чего нам надо предостеречь его? Чего ему стоит опасаться? Повешенный. Ну, ты говоришь, понимаешь, может быть, о нём и плохое мнение. А я думаю, что его всегда близкие приносят в жертву тем или иным способом. То есть всегда на него валят какую-то вину, на себя не глядя. Ведь для того, чтобы вынудить человека как себя вести, это надо многое сделать, чтобы он просто пошёл, пускай он будет жертвой, пускай он, может быть, будет осуждаем. Ему всё равно. Каждый строит своё счастье для себя. Не надо человека приносить в жертву на заклание, когда он не совсем заслуживает этого. Мам, в контексте вопроса, от чего нам предостеречь? От чего стоит опасаться? Чуть-чуть предосмотри. То есть он вот видит, цель идёт, да, а надо делать ещё вот цель вид и какие-то план А и план Б. Так что он, может быть, намного чище тех, кто его осуждает. Ну да. Его это, к счастью, не трогают. Но жертва и жертва, ну что поделать дальше? Четвёрка монет. Нельзя быть таким жадным? А может быть, не надо отдавать всё своё? Мам, а я думаю, в контексте ты видишь, на Луну падает, да? Вот всем говорю всегда, где бы вы ни были, в семье, друзьями, у вас должны быть свои деньги, о которых должен никто знать. На всякий случай, понимаешь, семья с семьёй. Это же карта даёт ему совет. Это совет немножечко приберечь деньги для себя. У него, когда ты был достаточно, они пошли якобы в дело по ложному пути. Его деньгами пользуются другие, обманывая его. Он достаточно доверчивый человек. Понимаешь, у него нет вот лично просто заначки. А это надо иметь каждому. Тройка бастонов. Это, конечно, измена. Но этот человек идёт вот снять стресс или что-то от того, что он унижен. Насколько я понимаю, он из хорошей семьи. Он униженный человек. Всегда у него якобы есть как будто бы... Вот знаешь, есть такие женщины. А, ты думаешь, ну тебя там не заменят, да? Нет, дорогой мой, понимаешь, не на каждого этого. Вот одному скажешь, он как-то соберётся, а другой скажет, ну и замени. Здесь идёт как будто бы бумерангом. Я не знаю, кто у него жена, но сейчас мы посмотрим. Понимаешь, он ходит не по тем путям, потому что он сам унижен. Иногда это вынуждено просто пойти, снять стресс, а потом всё, что будет. У них всегда в паре, если он в паре, да, женатый человек, всегда присутствует с одной или с другой стороны третий человек. Всегда. Некоторые вот таких друзей имени афишируют, да? Некоторые это ставят на показ. Типа вот не ты, а кто-то другой. Это плохо в семье. Это очень плохо, то есть вот, а то смотри, понимаешь, ну такой вот дешёвый. Тройка мечей. Он достаточно обеспеченный человек. Но как это богатство пришло? Это через такие боли, через страдания и даже близких. Когда у него было становление, там участвовали все родные, понимаешь? И когда он сейчас, имея всё, кто помогал, они сейчас лопали. Вот некоторые жёны такие есть. Вот когда я им помогаю, всё хорошо, свекровь, всё хорошее. Как только они встали на ноги, не нужны даже тем, кто им в нужное время подавал руку. И поэтому это всё вкупе. Джиган – очень сложный человек по судьбе. Для того, чтобы его осуждать, нужно самому быть безгрешным. А кто безгрешный? И в самое сердце. Почему он одержал? Иерофант. Ну, он, наверное, не работает тем, на кого учился. А если он сейчас не тот, кто он есть по образованию, там, где он сейчас вкладывает свои силы, деньги, ему там нужно тоже преобразовываться. Это тоже карта, понимаешь? Они сейчас в России или где? Да. В России, да? Вот ему надо бояться по убеждению пойти против себя. Это карта социума. Понимаешь? Одинокие мужчины, они иногда от отчаяния идут туда, куда не надо идти. Ты понимаешь, в чём есть? Здесь дело не в том, что он одинокий. То есть окружённый огромным количеством знакомых, это не значит, что человек не одинокий в этом плане. Да. У меня складывается, смотри, никаких ни мечей, ни воровства, нет, ничего. Ничего. Карты спокойные, только социумные и вынужденные так, как ему вести себя. Теперь давай посмотрим, извини, смотри, давай посмотрим его жена. Вот я хотел спросить, что он про неё думает или какие у них отношения? А давай посмотрим сначала её планы на него. Давай. Как девочку зовут? Оксана. Оксана. Она Самойлова, да? Самойлова. Такие у Оксаны Самойловой планы на своего мужа Дениса. Мы будем смотреть его отношение к этому. Какие планы у Оксаны на мужа? Верховная жрица. Он ровно половину не знает то, что она делает. То есть она девочка загадочная. Внешне, может быть, она и привлекательная, очень милая, но только наполовину. Там тайны, ну, скажем, непомерные. Какие у неё тайны есть, он даже и не догадывается. Не люблю это слово, но это девочка с двойным дном. Вот. Что она ведёт? Блок в Инстаграме. Вот. Но она ещё часто обращается к эзотерическим моментам. Рыцарь Бастонов. Как она относится? Он что, употребляет, что ли? Да, он употребляет. Вот. Серьёзно, постоянно употребляет. Ей это не нравится. Она считает, что туда идут большие деньги, хотя он её часто обманывает, что нет-нет-нет. Или даёт обещание. Мы идём не про алкоголь, а именно про вещества. Но он на всем грешит. Понимаешь, она относится к нему только на базе этого. Вот если бы он этого не делал. Но любая женщина, ей не нравится, когда пришла такое. Это же нонсенс. Вот. Звезда. Её беспокоит другое. Кто больше звезда? Она или он? Ей нужна публичность. Унижение. Не теми путями. Ей нужна огласка. Ей нужна публичность. Она звезда. И когда Денис чуть становится, не по его имени, чуть ярче, у неё возникает ревность. Она немножечко девочка с душком. То есть здесь у неё тайны. Здесь это понятно, что муж ничего не делал, да? Но здесь у них идёт соперничество. Звёздности их, понимаешь? В публичности. В публичности, да. Она такая завислива даже мужу своему. Одержимая. Король Пентакли. А может, поэтому он и ходит? Почему? Но у неё есть богатые друзья. Ну вот я про то и думаю. У неё богатые друзья, и это не родственники. Она на родственника в этом смысле оборачивается. Ей всё равно, что они думают даже его родственники, понимаешь? У неё есть покровители, намного старше Дениса. И поэтому, знаешь, здесь может быть много причин. То есть если не будет вот таких, она может быть самая яркая девочка, я не знаю. Но у неё хорошая группа поддержки. Да. То есть у неё есть покровители. Она может вызывать в мужчинах чувство покровительства. Это очень хорошая часть того женщины. То есть она может быть сама как амазонка, да? Но это не её случай. Страшный суд. Девочка многогранна в плохих вещах. У неё покровители. Она ревнует. Она имеет, может быть, даже и сама какие-то думы, тайные знания. Здесь, насколько я понимаю, она его воспитывает, воспитывает. И потом говорит, останешься один. То есть она его пугает разводами, судами. И, понимаешь, она осуждает это неинтеллигентно, неделикатно. Понимаешь, когда же она разговаривает с мужем более элитно, больше доходит. Она девочка не то что спиртянная. Манипулирует. Она нашла больную точку и бьёт. Понимаешь, у неё друзей много, а у него нет. Да есть друзья. Но, опять же, друзья или знакомые. То, что мы знаем, то, что там на поверхности. Что есть на самом деле. А может, вообще друзей нет. У кого? У него. То есть много знакомых, это не значит много друзей. Знаешь, сыночек, она яркая девочка как днём, так и ночью. Для того, чтобы осудить ярко своего мужа, пускай она посмотрит на себя. Ну да. Идеальная женщина. Она не то что не будет осуждать мужа, но, наверное, с ней так и не будут поступать. Сложная семья. Давай спросим его отношения к Оксане. Какие у Дениса отношения к Оксане? Что про неё думает? Что он про неё думает? Давай, императрица, нет. Королева мечей. Она сама рожала, нет? Не знаю. Ну, да, ты имеешь в виду, сама или фурагатная? Нет, это Кесарева. Ну, это не Кесарева в данном случае. Это Кесарева. Нет. Это Кесарева. Ну, может, Кесарева. А вопрос, а это не она сама? Нет. Это всегда доктор, да? Это всегда доктор. И доктор женский, и женский по беременности. Это точно. Хорошо. А при чём здесь это, его отношение к ней? Он просто это знает. Что она не думает дальше? Король Бастонов. Это ж не он. Это не он. Знаешь, когда он отдыхает, расслабляя себя, он понимает, что она никогда не бывает одна. Здесь может быть даже идти речь о её верности. О её верности, знаешь, не то, что она всеядна. Она всеядно-избирательна. То есть она не с каждым может общаться. То есть если ей человек выгоден, она с ним будет иметь какие-то дела. А Денис это понимает. Он не знает, но он понимает. Вот если бы он был такой, вот сказал ей то-то, 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 да? А то он понимает, он даёт ей, может быть, на глупость себе ведёт. Потому что когда муж молчит, наблюдая, понимая, как его жена себя ведёт, это более опасно, чем по скандали, тебе объяснится и всё. То есть он даёт ей полностью раскрыться, она не понимает. А то пускай она посмотрит это видео, пускай она немножечко сбавит. А это не может быть, что, может быть, благодаря кесарю или что-то там по-женски у неё проблемы со здоровьем? Нет, нет. Понимаешь, когда женский врач выпадает, это часто бывает беременность. Луна – это беременность, понимаешь? Видишь, все фазы она проходит. Это, ну, хоть одного-двух она не сама рожала. Тройка кубков. Что он о своей жене думает? Он думает, что для неё иногда тусовка женская важнее семьи, мужа. Это воспитание деток, понимаешь? Здесь социум почему-то раздваивается. Когда она гуляет, это как будто бы можно. А когда муж идёт, ну, просто отдыхает, ну, скажем, в мужской клуб, для неё это вопрос. Здесь всё должно быть на паритетных началах только. И не просто тусовки, а такие звёздные тусовки. Для неё это очень важно. Для неё звёздные тусовки, которые идут не туда. Там каждая вторая девочка занимается изменами. Каждая вторая девочка в её тусовки, они не очень порядочные. Ну, мам, мы здесь не будем заниматься хажестом, ну, ради бога. Но ведь это же социум, она же замужем. Я понимаю, что она без мужа, без детей. Это факт. То есть это наш факт, благодаря картам. А насколько это плохо, это решать вам. Ну, я не осуждаю. Ну, значит, так вот. Ну, знаешь, быть замужем, это иметь какие-то достаточно серьёзные... Мам, и в то же время вот его зависимости, которые не тут. И, понимаешь, и каждый выпускает пар по-своему. Кто-то ходит к мужикам и занимается этим, а для него вот это вот. Ты же меня спросил, как он думает о ней. Ну, ты начинаешь осуждать, хотя знаешь, что не осуждаешь. Пятёрка мечей. Он даже её побаивается, потому что она связана с криминальными людьми. А не может быть такое, что... С богатыми, криминальными людьми. Нет. Это только это. Ну, я не вижу, что он побаивается, она просто... Ну, как же не побаиваться? На свою жену. Не жену. Понимаешь, там его держишь по-разному. Непонятная там ситуация, очень путанная. Понимаешь, здесь она недовольна, что он ходит. Понимаешь, сама имеет такую же тусовку. Она же знает, с кем она живёт? Живёт, да. Одного ребёнка родила, второго ребёнка родила. Третьего родила. Значит, ей всё устраивает. То есть, они живут каждой своей жизнью. И здесь не всегда мужчина виновен. Нет, нет. Нет. Так что, знаешь, она его держит по-разному. И тусовками, и друзьями, и эзотерикой, и осуждением. Понимаешь, а судья кто? И в итоге, как он о ней думает? Шесть кубков. Дети, конечно. Он, видимо, её очень долго знает. То есть, может быть, это первая любовь, первые детки. То есть, он в каком-то смысле осуждает, не осуждает. Но вот он живёт с детьми. Его держат детки. И они прям так у него важны для него. Это главное, что у него есть, это детки. И в социуме, пускай он одинок, понимаешь. Ну вот, ну, да. Так, ну, слушай, ну вот бизнес интересен, да? И их. Или его, или её. А у них разные бизнесы. Знаешь, вот она сделала в позапрошлом году больше миллиарда, продав косметики. Она сама делала? Ну, у неё там коллаборация с Миксит, и она это делала. То есть, она начинала с Ланфоцеганста, какие-то курсы продавала. Потом пошла косметика. Она прям ворочает деньгами. Вот есть такое, знаешь, у неё есть вот эта вот жилка. Вопрос. А вот чем он занимается? Потому что чем занимается Оксана Самойлова, мы знаем. Она ведёт Инстаграм, она продаёт косметику. Это всё понятно. Какие-то курсы. Постоянно вот эта вот тема, она на слуху. И там, вплоть до по налоговым очистлениям, это видно. А чем занимается он? Он вообще работает? Откуда деньги у него? Он вообще сам работает? Он вообще сам зарабатывает деньги? Чем занимается в работе? Джиган. Песня, он же рэпер какой-то там. За сто лет в обед не слышно. Но это музыкант, насколько я понимаю. Мам, я не знаю, может, в последние 10 лет он вообще хоть что-то делал. Чем занимается Джиган? Он вообще приносит деньги? Чем занимается Джиган? Денис. Ну, тут Пентакли, бизнес какой-то. У него бизнес. Знаешь, может быть, он и не такой яркий человек в социуме, как и его жена. Но у него стабильный доход. И потом, у него не один бизнес. Может быть, у него, ну, не хочу сказать, старые деньги, но какая-то помощь от родителей. То есть, у него не один бизнес. Он не сидит, сложа руки. Ну, судя, значит. Дальше, чем он занимается? Паш Пентакли. Начинал он с малого. И потом это же было, понимаешь? То есть, он умеет все и работать, и отдыхать, и употреблять, и наблюдать. Тема занимается деньги. Деньги. Возможно, он даже откладывает. У него сыночек есть. Вот. Может быть, он на него делает ставку, уже чуть-чуть думая. Вот у него отец в голове, как он сын. Император, смотри. Ну, что? Там не Самойлова глава. Там он. Слушай, а что это? Он что-то государство? Нет. Спросили, чем он занимается? У него бизнес. Он думает о сыне. Он глава семьи. Он глава семьи. Он выпадает мужем и отцом. Неважно, она ходит, тусуется, она звездочка или что-то. Понимаешь? Если быть на виду, это ведь не значит быть бизнесменом. Можно так потихонечку. Ведь как его фамилия? Вайнштейн. Вайнштейн. И бизнес, и вот этот вот моральный прессинг. Понимаешь? Ему тяжело. Но он сдюжил. Он ничего не бросил. Но. Рабатывал-то он как? Бывали моменты. Одни день спадают. Двойка пентакль. У него деньги отовсюду. И большие, и малые, и сомнительные. Но он ведет правильно. То есть он законопослушный человек. Это было. Это было. Было ему тяжело. Может быть, она ему и помогла выйти из этого. Понимаешь? У каждого человека в молодости пробы бывают. Всего. Понимаешь? Ну, некоторые остаются в пробах, а некоторые идут. Идут дальше, сделав выводы. Так что у него есть свои деньги. Ну, может быть, да. Да. Вот удивительно, да. Вот поэтому они вместе, то есть он не лодырь махровый. Он не совщик. Я давно отучил себя думать о том, что публичный вид человека, это не всегда то, что мы знаем о нем, что есть на самом деле. Да, чаще так оно и есть. Конечно, да, сыночек. Было тяжело. Может быть, такие друзья были, но он с ними не остался. Они ушли. Это была тяжесть его. Это же было. Хорошо. Вопрос. Ну, уже логичный вопрос. Его отношение к мужикам. То есть, понимаешь, это мне не один парень прислал, не два, даже не три. И мне присылали парня, не только парня, но и трансвеститы. То есть, знаешь, если вот есть мужик по женщинам, он по женщинам. И он ходит, когда налево, и к эскорту, это тоже уходит к женщинам. Но здесь прям мужики превалируют, когда нужно выпустить парня. Его, в принципе, отношение к мужчинам. В плане амурных дел. Были ли у него какие-то серьезные отношения, может, с мужчинами? Ну, знаешь, удивительно. Я на своем канале сплетен, когда что-то говорю, мне всегда присылают. И не просто какие-то письма, ну, вот, тексты. Фотографии, видео, сливы голосовых. То есть, до такого мне присылают, понимаешь? Тщательные ребята. Итак, какие у него отношения с мужчинами? С мужчинами. Королева бастонов. Знаешь, он об этом знает больше, чем остальные думают. Это не пробы пера, это не эксперименты. У него некая потребность. Она такая, знаешь, потребность физиологическая. Не то, что он ничего не может с этим сделать. У него это норма, и для тех, кто его принимает, тоже норма. Вот эта карта не дает осуждения. Она как правильная, понимаешь? Дальше. Колесница. Он хорош и тем, и другим. И тем, да. То есть, это не говорит, что он всеядный. Это в меру. Он делает остановки. Ну, может быть, иногда и увлекается молодыми парнями. Да, но, знаешь, им не увлекаются, он увлекается. Это важно. Какие серьёзные карты. Шестёрка мечей. Ну, это его отдых. Возвращается. Сходил и пришёл назад. Кто как снимает стресс. Ещё раз говорю, понимаешь? Чемпить валерьянкой или антидепрессантой, сходить просто или снять напряжение, это разные вещи. Король кубков. Ну, знаешь, это не просто сходил. Это своя компания. У него какая-то своя компания мужская. Не то, что это элитный мужской клуб. Нет. Но это клуб. Но это ему по душе. Это ему по любви. Ну, по любви имею в виду. Это чувственный король. Понимаешь? Его в семье, как ни странно, до сих пор не поняли, каков он человек. Вот если бы было всё в семье нормально, ему бы не надо было снимать стрессы. Мужчины. Королева кубков. Может быть, куда он ходит, там только себя и чувствует. Пускай маленькое количество времени, но человеком. Там он остаётся самим собой. Не подстраиваясь, не умалчивая, не наблюдая. Потому что человеку у него очень много камней на шее. Это не один камень. Он тащит груз. И там дети, и жена. Насколько я понимаю, они долго уже живут. Долго. Долго живут. И детки, и становление было. Ему жалко всегда то, что он создал. Это дети, семья, бизнес. Понимаешь, если бы он был обезбашенный, открыл ногой дверь и вышел вон. Нет, он разумный. Ну, понимаешь, а слабости бывают у каждого. Да. У каждого бывают слабости. Давай совет дадим. Мы не раскрыли его жену, как ни странно. Ну, давай. Вот давай. Понимаешь, мы всё время о нём говорим. Но ведь жена – это вторая половина, у них трое деток. Ты говоришь, да? Что думает о своей семье, о муже, о детях, о бизнесе? Как она себя представляет в социуме? Как её зовут? Оксана Самойлова. Что она представляет в их жизни? Ну, и, наверное, в социуме. Кто такая Оксана Самойлова? Девятка кубков. Вот она заставляет его говорить то, чего нет. Чуть напоказ. Ей нужен фарс. Для того, чтобы было что-то, ей нужен фарс. Она этим занимается. Она может быть яркая девочка, не знаю, да? Но она не то, что более прижимистая. Вот помнишь, я тебе рассказывала, и не знаю, где ты жил. Эта карта говорит о том. Большой урожай. У неё сейчас большой бизнес, да? И она думает, ой, некуда девать. Ещё амбар поставлю. Не то, что отдам людям какую-то часть, да? Строит амбар. Урожай большой, а голос сверху. А завтра тебе не будет. Понимаешь, когда её несёт, она становится безбашенной девочкой. Вот ей нужен такой, как её муж. Чигант, понимаешь? Он может быть её тормозить. Неважно, или уходит, или что-то сделает. Он её может только немножечко осадить, чтобы её не несло. Двойка мечей. Ну, она боится его потерять. Она всегда держит мир. Она достаточно толерантный человек, достаточно умна, как женщина такая, хитренькая лисичка. Она держит мир. У неё трое детей. У неё трое детей. Королевая Пентакли. К Каджигану надо учиться у жены своей. То есть у неё свои деньги есть. Понимаешь, для неё это рай на земле. Деньги – это многое. Да. Она это усвоила быстрее, чем он. Поэтому они вместе. Она и умненькая, и хитренькая, и подленькая. Манипулятор, да. И манипулятор. Король мечей. Этой девочке всё-таки не надо заигрываться в бизнес. Я понимаю, когда бизнес идёт, надо лопатить, лопатить, да. Ей она немножечко остановится. У неё проблемы со здоровьем уже есть о нём. У неё почему-то очень много операций. Я не знаю. Да, да. Очень много операций. И там по-женски есть операция. Я не понимаю, что она делает. Она думает, она будет вечно молодая. Нет. У неё уже силы по этим делам на исходе. Ей надо немножечко... Последить за здоровьем. Да. Тёрка бастонов. Таких женщин терпят мало. Она в мелочах дотошная. Она по-большому держит семью, да. Но вот асквит нервы по волоску. Насколько я понимаю, они разные по национальности. И поэтому здесь срабатывает и менталитет. Понимаешь, они настолько разные люди. Не знаю, что их держат. Они настолько разные люди. Вот когда она ходит гулять, там они все единые. Все в одинаковых одеждах. А здесь им тяжело в мелочах. А жизнь состоит из мелочей. Из мелочей. Вот такая у нас Оксана Севченко. Это всё. Это последняя карта. Вот я понимаю, я хочу почему. Четвёрка мечей. Она может обижаться и надолго, и прям, знаешь, якобы готовить. Семёрка кук. У неё больше слов, чем дело. Она может организовать кого-то, кто делает. Она хороший организатор. А так она девочка пустова. Спасибо. Вот, видишь. Так что она играет и в семью, и в скандалы, и в бизнес. Но это ей приносит деньги. Вот сумеет так сделать. Да, это однозначно. Вот такое вот было гадание на Дениса, Вайнштейна, Джигана и Оксану Самойлову. Вайнштейн, 150 евро ждём за гадание. В моём случае вот такое было гадание. Кто хочет лично пообщаться с мамой, я обязательно оставлю её. Ассистенту Екатерину, пишите Кате в Телеграм, она обязательно организует всё. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, у кого есть чего дополнить по этой теме. Спасибо всем за подарки, кто прислал. Я не сводил глаз с кольца. Спасибо, девчонки. Очень красивое кольцо. Очень красивое кольцо. Спасибо всем за просмотр. Увидимся в следующую субботу. И всем хорошим. Танзанит. Всем хорошего вечера. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok